Да, тогда было свободно, можно было сидеть где угодно, а сейчас не посидишь. Так, значит, мы почистили первым этапом, чем? Очищающим гелем. Умыли, да, внесли. Очищающим гелем, да? Лучь лосьон, я понимаю. А, или лосьон. Нет, ну, умыли гелем, без разницы, чем. Нет, после этого. Так, после этого. Нет, ну, по идее, вот, накрыли, мы нашли пленку, нанесли. Нет, а вот гелем-то умыла, а сейчас второй этап, что чем-то помазала. Это у нас гель алоэ, называется холодное гидрирование. То есть, как бы мы вот гель алоэ нанесли, накрыли пленкой, это у нас вот сейчас лицо здесь чуть-чуть распарится. Не надо, не надо. Вот таким аппаратиком, да? Лопаточка под углом 45 градусов. Главное, чтобы не по сухой коже, чтобы был обязательно там или гель, или лосьон. Если нет геля, ну, вот, гель алоэ, то просто вот лосьоном чеку смочила и ведёшь. У тебя всё время должно быть мокро в миске, введение, ну, лопатки. То есть, сухо не должно быть. Вот, под углом 45 градусов на средней мощности. Ну, как вот так вот, потихоньку-то и... Ничего такого, знаешь, вот, какого-то... Чего-нибудь чувствуете? Ну, а, слышь, а сейчас вот вы это самое... Ну, да, почему я взяла? Должно покалывать? Нет, ничего не должно, собственно. Вот, если прислушаться, то можно услышать, как... А почему она с изгибом? А, вот как бы по изгибу лба, допустим, да, она удобная? Почему она не ровная, не прямая? Ну, специальная что-то, это самое, так. Слышите? Слышно, слышно. Вот она пищит, слышишь? То есть, по массажным линиям? Ну, по массажным линиям, да, вот обычно там несколько. Слышно, слышно. Проходов, на горе, здесь вот гель, а так можно по-любому... Ну, в общем, должна быть именно жидкость. По дуговам 45 градусов, я говорю, это не какая-то такая вот прям... Наивысшая аппарата? Нет, ну, процедура. Вот здесь. Ну, знаешь, самое главное, можно несколько раз по одному месту, но вот по гелю особо так не пройдёшь, потому что должно быть... Ну, в общем, всегда влажно, то есть по сухой коже не водить. Вот, получается, что мы отшелушиваем, вот эту снять. Ага, ага. Технически всё понятно, всё логично. Размягчили этот верхний слой и просто сняли. Но когда вот именно лосьон, я думала, что у них тут тоник есть, по тонику удобнее, потому что ты, ну, смачиваешь, смачиваешь это по одной линии, можешь вот несколько раз пройти. А так обычно они ничего, знаешь, вот не чувствуешь. И когда по лосьону, здесь вот по гелю не видно, знаешь, прям вот как будто вот, как вот разлетается жидкость вот в разные стороны. Вот эффект вот этот электрический, да? Ну, не электрический, а, как она говорила, это кипение. Да-да-да. Так, давай, сейчас мы на нос ещё нанесём. Да, на носу надо. Да только носу надо было. Я понимаю, что он большой, но... Ну, он пока самый... У всех проблемный. Лопаткой нельзя, знаешь, чего, ковырять его, допустим. Ну, сейчас я там, знаешь, уголком лопаточки типа это. Ага. А то сковырнёшь до дермы. Ты так выучила кожу, так что и не работай. Точно. Не, я преподавать уже могу. Так что колледж тебя. Да. Точно. Некоторые колледж закончили, не знают. Я думаю, ультразвук будет там бухать, там. А, ультра, он же наоборот, это мелкие. Да-да-да, мелкие. То есть это как мышка пищит. Да. Ага. А это в машине вот с басами можно лечить кожу. Ну, ты понял. С басами. А тут мыши на... На коже видно какие-то изменения, нет? Да. Вообще ты молодежна. Белый-белый. Чистый-чистый. На 20 лет моложе стало. Ну, не говори. Вот давай для сравнения одну половинку оставим. Не надо, да. А вторую уберем. И видишь. Я тоже хочу. Получается, по поверхности, да? Да. Ну, вот как бы под углом 45 градусов. Вот так вот держишь и потихонечку вот ведешь. И получается вот под воздействием вот этой вот волны. Ну, я говорю, если была жидкость, то было бы виднее. Здесь, знаешь, вот как прямо так, знаешь, вот как асфальт моют, вот разлетаются брызги. Здесь бы они тоже так вот, ну, микроэти брызги, они были бы. У нас же еще брызганый аппарат-то, микродерма. Бразей. Ну. Нету ли? Нету, наверное, да. Обломки-то. А эту лопатку надо сильно дезинфицировать после каждого? Слушай, ну, ты ее, как говорится, не замочишь хлоргексидином или спиртом. Или она не сильно, ну, как бы, грязнится? Нет, но она все равно грязнится. И получается, что ты ее должна все равно, сейчас даже после этого мы с тобой вытерли. И сейчас вот мы вытрем этот гель и нанесем маску. И помазки уже с другой стороной лопатки. Слушай, нам надо вытереть. А мы сейчас вот салфетки вот вытерем. Это будет ультрафонофорез. Да, да, ультрафонофорез. Точно. Это вот вбивание этих полезных веществ. А это у нас был ультразвук. Это у нас чистка была одной стороной лопатки. А сейчас ультрафонофорез. А по маске или вот сыворотку, ну, что-то вот наносишь или вот... Ну, в общем, по маске, по сыворотке. Там уже маска была, по-моему, да? Да, маски у них есть, слава богу. Это мы вот снимаем гель. Посветлела, да. Все равно верхний и роговой слой, хоть и действие, знаешь, такое вот практически незаметное. И, ну, скажем так, ничего там клиента не замыкает, ничто не трещит, не гремит, но оно действительно как бы вот есть. Да, какая была и какая стала кожа. Давайте сейчас маску какую-нибудь. Девчон, а что там у вас за маска? Замечательная она будет у нас. Алои и Вера. Ой, какая холодная. Холодная? Это мне руки, мне кажется, холоднее. Не-не-не-не. А здесь холодно, она тоже холодная. Мы еще не надышали. Ну, прикольная. Мне нравится, когда холодная. Хорошая, варам. А это что за фирмы у них? Маски вот этих... Не варам это? А, нет, пилинги, по-моему, которые... Нет, вару. Маски. Альгинатные. Альгинатные, которые не застывают. Ну, нехорошие, да. Да, точно. А вне улицы, она говорила, эти пилинги. Угу. Хорошие. Мне нравится, потому что мы экспериментаторы тоже любили. Мы все мажем. Вот если под эту маску... Эту маску, а сверху еще эту оригинальную шоколадную. Можно. Только ее надо посильнее, знаешь, эту маску, ну, как бы вот, как... Питать. Питать, да, 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 да. То есть не вот так вот, а чтобы она была как крем. Не маской, а кремом. И вот обратной стороной лопатки... Сейчас мы опять посильнее включим. И сколько такая ерунда стоит? Слушай, лопатки вот эти, кстати, недорогие. Их можно и за 5 тысяч купить. То есть они как бы это самое. Вот. Вот обратный. Это теперь вот как бы это вот по сыворотке, по любой делается. По маске. Ой, как она пищит-то. Чувствуешь? Мозгу бы такая в голове дун. Надеюсь, посильнее включили. Она как бы впитывается. Да, ты как бы получается вот сыворотку или маску, вот, посмотри, почему делаешь, ты впиваешь. То есть она сильнее проходит. Ну, как это по принципу. Прикольно. А смотри, не вредно, что она в голове пищит? Да нет, ну, слушай, у нее проникновение. Это же волна. Слабенькая, да. Вот слышите, она здесь даже сильнее пищит. Она отражает звук от твердых поверхностей. То есть у тебя там на лбу твердые... Да. Ну, ты по каждой линии там можно по три-четыре раза проходить. Какой-то... Тише нельзя. Одного разу ничего нет. Тише нельзя. Ну, у меня щитовидка. А. Я вообще все физиотерапии противопоказываю. Нет, ты знаешь, вот этот вот ультразвук, он настолько малой силы, что... Ну, тем более от одного-то и разу ничего нет. Видите, как даже заметно, видите, покраснело. А мне так приятно. Мне кажется, ничего не делаешь, так кладешь. Классно. Тепло, хорошо. Только здесь, знаете, вот главное, чтобы вот лопатка не попадала на кожу без средства. Ну, будет неприятно. Ожога не сказать, что прям будет ожог. Ну, вот. А ты мне помаду посмотрела? А-а. Молодец. Я говорю, она такая вот процедура. Процедура, в принципе, быстрая. Ну, вот потом вот сделать, убить еще, ну, с масочкой пусть там, знаешь, как полежит, отдохнет. Обычно, я говорю, эта процедура, она одна не делается. Она все-таки делается. Или вот сделали, как, знаешь, перед массажем. Или кто вот не любит там ручную чистку, как чистка своего рода, там, после препаратов, когда угрит, там, выпрыгивают. То есть, мы также можем сделать по этой маске, поводить внутрозвуком, а потом сверху эргену от нее наложить. Можно. Можно, можно. А, ну, как, значит, не надо. А, ну, как, значит, не надо. Вот. А, ну, как, значит, не надо. А, ну, что, беремый, полный пластик. Лопатка освободится, тепло, а понос как от центра к человеку? Как удобно, у кого какой нос. Здесь можно делать нормально, да? Видишь, да? Даже в глаз попало. Просто я говорю, когда жидкость, ты прям видишь, как вот эти брызги, особенно когда именно чистишь, летят. Эффектно, да? Кажется, что это карнеоциты, расследанцы. Чистим, вообще считается, что без разницы, в какую сторону водить, но по идее, когда ты ведешь именно вот так вот, то получается, что у тебя поры-то сюда и ты ведешь именно против поры. То есть ты как бы из поры это все выбиваешь. Раскрываешь поры. Ну не выбиваешь, а вот поры вот в эту сторону, и ты когда ведешь против, то именно вот выбивается из поры. А если ты вот так будешь водить, то, ну, ты просто снимешь слой и все, а поры особо не почистятся. А здесь уже именно вот по массажным линиям водишь. То есть ты тут поры, мы раскрыли их, выбили. Мы почистили, выбили. Ага. А теперь уже питательные. А теперь питательные вещества, там маску или сыворотку, мы, как говорится, вбиваем. Угу. Ну такая, я говорю, процедура вот абсолютно не сложная, не... А посмотри, прямо вот видно, как под маской лицо даже вот гладже стало, да? Да. Тяжет, балдеет. Ага. Еще погода, только и спать. Не, ну сегодня, слушай, еще более-менее, как это первый день, наверное за неделю без дождя. Да, вот как вторник, среда, четверг, пятница, все дни. Я думаю, подстричься или после экзамена уже. Слушай, до экзаменов не стригутся. Да не говори, я вспомнила тоже. Все знания выстригут. Да. А то будет грудить. Ну, что только это, то халява, помоги, да? Кричали. Я такого не знаю. Не знаешь, до нас учили. Зачетками. Что-то у нас, это, преподаватель тоже. Был по анатомии. И мы боялись создавать. И нам старший курс говорит, короче, после 12 открывайте форточку и орете, короче. И мы кричали, помню. Ну как, помогло? Помогло. Еще молитвы с собой брали, что ты. Лишь бы не учить только. Да. Нифига у него там выучишь. Олесь, вот так вот включите губу. Вот так. Прижми. Ага. У нас потом жалел. Видишь, как даже вот лопатка. Молитва вылетела у кого-то. Короче, упала. И он так на нас посмотрел, наш директор. Анатомию вел. Такой, ладно, девчонки, идите. Пять, короче. За то, что все с молитвами ходят к нему отвечать. Слушайте, у меня был один раз случай в школе, еще я училась. У нас был экзамен по химии. Ну, грубо говоря, я знала там 20 билетов, а остальные, вот последние пять. Но я даже не знаю, почему я их не выучила. И вот нас всех завели. А вот здесь еще точно нет. Я это полду, мы начали с олба. Так мы вот с этой стороны, с этой, по-моему, делали. Все делали, да? Делали все. Ты проспала? Наверное. Сейчас мы можем тебе еще чуть-чуть нанести масочки. И чтобы она еще подействовала. Так, хорошо. Минишь, делаешь? Минуточек 10. Мини, мини. И, в общем, короче говоря, нас потом всех завели в класс. И говорят, садитесь, ну там, только сидите тихо. И вот, знаешь, я взяла с собой тетрадку по химии. И вот я открываю вот листы и думаю, надо посмотреть вообще, что там. Железо. Опять начинаю листать. Вот я как сейчас помню, опять бабах, это железо. Думаю, что ж я уже пятый раз это железо читаю. Разве попалась? Да, ты представляешь, я достаю, а там какой-то, там за 20-й билет, там, допустим, 22-й. Думаю, ну все, думаю, приплыли. Сейчас я получу, как это, не сдам экзамен. И вдруг я читаю, железо. Знаешь, вот это просто, я говорю, я листаю тетрадку. Каждый раз, вот я натыкаясь на это железо, начинаю читать. Думаю, ну что ж опять это железо. Господь Бог тебя направил сразу же. Дал подсказку? Да. У меня было проще. Я, поскольку гуманитарий, поэтому с химией у меня вообще никакие отношения не сложились. И в школе я выучила. Вот ты потом как бы почувствуешь, и вот я даже под руками чувствую, вот когда я тебя начинала умывать, было одно, а сейчас вот лицо прям вот глажи, вот трогаешь, вот маску наношу, особенно вот щеки прям вот. И опять же, когда мы маску вбиваем или вот сыворотку, все равно, знаешь, вот что называется, разбухает верхний орган.